ну что ж всем здравствуйте сегодня буду рассказывать про уникальный такой системы который называется windows 10 для рабочих станций так как пишут там много штук тут что-то никого то не получается где-то как-то работа это просто-напросто у вас маломощные компьютеры маломощный компьютер такой же как у меня у меня он не маломощный так как у меня все-таки сейчас секунду ddr4 для рабочих станций вот видите оперативная система вот он ключик если кому-то надо если кто не может обновить его обновить и не поставьте себя сторонали сделано будет попробуйте не знаю будет работать или будет но все равно два ядра два потока у меня правда ddr4 тут ничего не поделаешь пришлось раскошелиться давненько уже вот недавно купил оперативную память себе добавил но уже как-то повеселее стал работать и по мощнее вот ну сами видите довольно неплохо все прям реально вот тот у меня тоже маломощный вот на 500 гигабайт у меня стоит смарт-карта вот смарт возможности sata 3 6 гигабайт вот про 6 гигабайт я мне дом не буквально недавно позаимствовал два жестких диска вот по 2 телобайта ну попробовал повешать взял еще 700 700 ватт блок питания позаимствовал но в принципе попробовал но мне честно сказать все мои ожидания были прям идеально просто просто еще раз говорю это идеально работал как-то написано windows 10 до 2 гигабайт а здесь идет тут у меня 4 гигабайта и поставить телобайта поставил 4 500 и еще мой работал и они синхронно все работали поверьте это был просто идеал по сравнению с ними но ведь и пока оперативная но пока мисс он у меня все равно конечно при такой нагрузке сейчас вам покажу какая нагрузка у него так так работать это не каждая система может так работать по крайней мере я сейчас включил очень много и тяжелых программ ну сами видите просто идеал пока не сработает кстати по поводу там написано вот этой системы которую форматирование да вот она рфс пишет но она честно сказать по нашим компьютером так как я хожу редкий раз делаю компьютеры позвонит или по ватсапу по удаленному доступу по установке как я не пытался он у нас она здесь пока мисс не работает даже у меня на ddr4 тоже самое нету может быть в будущем будет но нет потом что он убирает ошибки вот пожалуйста так вот такой си файлик у вас появится скачали вот эту видать 10 для рабочей станции например 64 может 32 кого-то ну можете не искать не пытаться даже голову себе не забывать не забивать но вы не найдете нигде и я полностью чтобы она была активирована если она есть то ключи слетают я вот больше полугода работаю мне еще ни один раз не сбой не было не слетела ну все равно я для себя сделал сами видите вот такие вот файлики поставил это называется архивирование это что-то случится вот что у меня вот это компьютере есть все обратно все вернется то же самое у меня там а кстати есть но пару видео как сделать синхронизацию не в облаке синхронизация архивирования что было вот на над этом или на ком-то жестким диске ну конечно вы рискуете так и я рискую то же самое что надо поставил и у меня один жесткий диск и конечно он мне может слететь и все полностью но у меня есть еще доски диск маленький я туда сохранить сохранить сделала все полностью да кстати пробуйте не стесняйтесь закачивайте работайте так что просто игру ожидание просто превзошли многие вот что дальше дальше вот придем отсюда вот я тут кое-какие поправки сделаю с вами поделюсь а вот восстановление системы по умолчанию что например можете по умолчанию может может нет ставьте восстановить системы так как не задано это хорошо вот быстродействие поврежденные файлы включите пожалуйста поврежденные файлы и все появится у вас будет проверять чтобы они сами по себе исправлялись а вот на завершение работы тоже быстродействие загрузки диагностика диска поставьте тоже вот попробуйте почитайте вот smart smart что я показывал вот сам жесткий диск делает полностью убирает ошибки чтобы у вас лишний раз ваша коллектора не слетение не улетели ну и все остальное скорости отклика попробуйте тоже сделать может будет шевелиться ну сами понимаете и видите как у меня идеально просто работает сам по себе вот так как я занимаюсь графикой вот и в основном видео делаю сколько я в одноклассники в контакты потом в ю тубе мне больше 100 видео подписывать не стесняйтесь там много чего узнаете про систему и все остальное потом фейсбуке у меня тоже самое много файлов там если подписчики свои есть поклонники есть который не поклонники ладно дальше поехали я тут как бы решила сделать показать при вас тестировку как он будет работать вот это сейчас закроем смотрите здесь 47 оперативной памяти но это конечно процессору слабенький у меня вот здесь вот сами видите вот я подготовил все которые программы можно запустить поверьте это в основном сделать невозможно я сделаю каждую программу она будет работать час сама по себе и посмотрим как он будет сам по себе реагировать поставлю сразу на проверку касперский касперский занимает 2 гига полностью оперативной памяти полностью жесткого диска его на баллаке жесткий диск он практически сильно не дает работать вот эти пока мисс начинает проверять ну чтож желание есть будем продолжать дальше наверно включаем проверку запускаем закрываем она пошла у нас все начинаем здесь у меня редактировать стоит я специально сделал чтобы он начал делать редакцию свою не видите тяжело-то все равно как бы это начинаем экспорт делать сейчас он запустится ну вот так у меня он стоит да здесь я буду стоять начинаем я это закрываем потом начинаю включать пуск проверку системы ставлю сканировать начинаем делать и при не заме и заметьте плюс еще у меня идет запись так делаем эффекты перехода видим маленькой все равно тяжеловато идет вот видите даже маленько притормаживает делаем окей так ну что ж файл делаем сохраняем так ставим на рабочий стол видите видите по крайней мере он у меня вот на рабочий стол окей вот видите да сейчас он будет это все сохранять забыл забыл в отнюшку поставить чуть совсем ступил сам ну все пошло сохранение потом мы что у нас включаем посмотрим справится ли он с заданной задачи вот он берем ставим джифы сейчас все равно видите как все равно тяжеловато прям тяжко идет да сейчас пока миссия эта программа она самая тяжелая в принципе все потом поехали дальше вот она джиф ну давайте просто любую сделаем просто намотаем так сохраняем тоже самое делаем окей закрываем складываем 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 тоже сами понимаете что это слишком тяжелое тоже идет делаем вот так вот открываем делаем настройки делаем эффекты текстуру ставим делаем окей делаем окей но все равно естественно будет потопали так как еще плюс к этому запись идет ну вот видите как ну что то уже появляется еще раз делаем пластик раз-два-три программе программы раз-два-три программы раз-два-три программы сейчас доставим окей подпишем до встречи до встречи В принципе, ну, сами видите, работает вот, работает здесь, работают, работают здесь до сих пор. Самые тяжелые, вот эти программы, которые работают. Я надеюсь, показал, рассказал. Это просто реальная, обалденная программа. Windows 10, которая называется. Оперативная система. Это я закрываю. Ну и потихоньку давайте закроем все программы. Забыл, кстати, вот эту поставить. Дефрагментацию диска. Нет. Закрываем. Закрываем. Ну, что тут можно сделать? Перевод улучшения фона, например. Останавливаем. Ну, я думаю, все ваши ожидания, то же самое, все заработали. Какая бы, другая система бы, еще раз говорю, она бы давно бы, давно бы сдохла. Ну, естественно, видите, какой процессор у меня слабенький. Ну вот. Смотрим, что у нас осталось при рабочем. Сейчас ничего, голенький, все работает. Работает только запись. Ну, что мы протестировали Windows 10 для рабочих станций. Еще раз повторяюсь, даже смысла нету. Не заморачиваться, вы все равно не найдете, чтобы скачать эту десятку активированную, так как у меня в предыдущем видео есть. Ну, наверное, скорее всего, сюда тоже закину. Обновление Windows 10 с любых, от 15 года до по нынешнее время. Ссылочку я скину вам сегодня, я загружу ее в облако. Вот. И я надеюсь, обновите. Ну, в принципе, следующее видео я покажу, как это обновляется. И как раз ссылочки скину вам, в принципе, 15 минут хватит, чтобы обновить десятку свою. Вот. В принципе, все, что интересно, что там. Есть номер телефона, там видите, там тоже и в WhatsApp есть на этом телефоне. Звоните, пишите в Одноклассниках, ВКонтактах и в Фейсбуке. Не стесняйтесь. Что еще дальше? Я живу в Аскетинском районе. Если вопросы какие-то произойдут, ну, например, почистить компьютер, там, не уходя из дома, в любой ситуации, позвоните. Я слишком дорого не беру. Вот. По мере возможности я приеду к вам домой. Со своими причиндалами. Буду, ремонтирую ваш компьютер, например, или установлю. Или все что-то могу сделать дальше. По крайней мере, в Аскетиме, в Ессиново, в Ленево. Тут вопросов нет, тут рядышком, тут добежать недалеко. А в Новосибирск можно, если что съездить, вопросов нет. Есть, кто-то смотрит по деревням, но по деревням маленько совсем другой вопрос. Туда только ехать, если я поеду туда, два-три компьютера будет. Собирайтесь коллективно, я приеду вам, сделаю день-два, и будет у вас все работать. Все что могу, вам расскажу, покажу, не стесняйтесь. Я никакой не программист, не такой модный до ужаса. Я нигде не учился, нигде не... ничего. Я буквально вот этих пять лет... Ну, не буду подробностей давать. Здесь какие-то есть подробности, могу объяснить. Ну, кто близкий, я не знаю, почему я начал заниматься этой системой. В принципе, подписывайтесь, не стесняйтесь. У меня нет никаких реклам на Ютубе. Нету никаких вирусов. Ничего нету, потому что я этой гадостью не занимаюсь. Я делаю только для блага людей, кто не понимает. Тем более в преклонном возрасте, которые... Ну, в 35, 40, 45, 50... Вот я езжу, ремонтирую людям, которые не понимают, но хотят заниматься. Если кто-то хочет заниматься, пишите, звоните на WhatsApp. Объясню, расскажу еще раз. Сделаю любое видео от начала до конца, что какие-то есть проблемы, есть у вас. Ну, в принципе, удачи. Еще раз говорю, подписывайтесь на Ютуб. Смотрите мой сайт. Там много в этом сайте, в Корсаре. Очень много есть возможностей, много программ, кое-какая-то музыка есть. Там есть видео, как включать музыку. Можно расслабляться, отдыхать, читать статьи, ну и все-все-все остальное. Будет следующая колонка статьи о ветеранах и инвалидах. Так как я в этой категории, в данный момент, и я больше склоняюсь к людям, которые нуждаются. Кому-то надо помочь по интернету, где-то свой сайт, если кому-то надо создать. Ну, в принципе, удачи, пишите, делайте комментарии, вопросы и удачи всем. Пока.